Одна золотая и две серебряные медали. Таков итог выступления чувашских тяжелоатлетов на завершившемся в Новочебоксарском спорткомплексе чемпионате по Волжье. Вячеслав Ильин о том, кто и какие задачи решал на помосте, установленном в Манеже третьей школы Олимпийского резерва. Соревнования, хотя и проводились в Манеже третьей школы Олимпийского резерва, тем не менее они стали генеральной репетицией перед стартующим в столице Чувашии 1 августа чемпионатом России. Хозяевам соревнований не удалось выставить сильнейший состав. Лидеры. Чемпионка Европы Наталья Хлёсткина, призер первенства континента Александра Козлова и призер первенства России Наталья Шайманова в составе сборной страны находятся на централизованных сборах. Но, несмотря на это, великолепной семерке девушек профильной Республиканской Федерации удалось не только завоевать золото и серебро в личном первенстве, но и занять второе общекомандное место. Что же касается сильной половины, то у мужчин результаты скромнее. На пьедестал почету удалось подняться лишь Анатолию Иноходову. Серебро в категории до 56 килограммов. Рассчитывали, что сумеет подтвердить свой класс победитель спартакиады учащихся России уроженец Батыревского района Александр Адикин. Подопечный заслуженного тренера Чуваши Геннадия Иванова во второй попытке рванул 125 килограммов, но зафиксировать штангу весом 129 килограммов в третьей попытке ему уже не удалось. В техническом плане в рывке 125 вырвал, а пах потянул. Вот дальше не могу уже рвать. Ну серьезная травма или успеешь залечить? Ну успею залечить. К ноябре уже все, готовлюсь. Ну через неделю уже все, как новенький. Эстафетную палочку в борьбе за место на призовом подиуме подхватил Юрий Тимофеев. Первое упражнение рывок 19-летний уроженец Ядринского района завершил с четвертым результатом. Однако подняться выше по сумме двоеборья атлету не удалось. В итоге седьмое место. По результатам мужских соревнований сборная Чуваши заняла восьмую позицию в окружном табеле о рангах. Выступление юношей, мужчин скажем сегодня здесь так. Я почему говорю юношей, потому что у нас в мужской команде в принципе выступают все юноши. Юноши, юниоры только. Взрослые уже сошли, скажем так, и остались только несколько человек еще, которые так на этапе схода тоже. Поэтому молодая команда у нас еще не готова со взрослыми бороться. Это чемпионат у нас взрослый. Поэтому я считаю, что юношская команда тоже неплохо выступает на своем уровне. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша.